Директор Тверского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья удостоена благодарности президента Российской Федерации Владимира Путина. Центр работает в столице Верхневолжья с 1995 года и скоро отметит свой 25-летний юбилей. О работе центра у нашего корреспондента Натальи Чекет. Телеканал Тверской проспект всегда освещает события, происходящие в центре, а также давно следит за историей его развития. За время своего существования он модернизировался и расширялся. В начале пути было одно здание, сейчас это целый комплекс с тремя отделениями в различных частях города. В нем прошли реабилитацию несколько тысяч детей. Как отмечает директор центра Ольга Данилова, полученная благодарность президента – это показатель работы всего коллектива. Многие ребята, прошедшие реабилитацию в последующем, нашли свою дорогу в жизни, применяя свои знания и умения в разных видах деятельности – учителя, врачи, рабочие, служащие. Мы гордимся своими ребятами, потому что они показывают результаты и в спорте, и выступают на различных фестивалях, и участвуют в олимпиадах. И семьи, которые здесь у нас прошли реабилитацию, они, конечно, в полной мере чувствуют себя уверенными в жизни. В настоящее время на учете центра находится свыше 500 детей, а ежедневно его посещают около 90 детей в разных отделениях. Ребятам оказывают помощь по самому широкому спектру услуг. И, конечно, кроме детей, помощь получают и родители, ведь в реабилитации необходим комплексный подход. Виден результат только когда семья, специалисты, медицина, образование – все работают совместно. Коллектив центра – это специалисты высокого класса, которые помогают детям адаптироваться в социуме и ощутить себя полноценными членами общества. С ребятами занимаются логопеды, дефектологи, психологи, инструктора по труду. Работают 15 воспитателей. На базе учреждения проводятся различные мероприятия, в которых принимают участие все – от маленьких воспитанников до взрослых. А также всегда поддерживается связь с ребятами, которые прошли реабилитацию или покинули центр в силу возраста. Мы поддерживаем контакт, мы созваниваемся с родителями, они нам передают привет. У меня группа не речевая, но на эмоциях по телефону слышно, когда мама говорит, иди, Татьяна Николаевна говорит, и ребенок там эмоции проявляет. Но это дорого стоит. Случайных людей в этой профессии не бывает, ведь именно они – главные помощники семьи, где растет особенный ребенок. Воспитатели-специалисты годами учат его познавать мир, играть и общаться со сверстниками. А полученную благодарность от президента коллектив воспринимает как возможность для дальнейшего развития.